здравствуйте в эфире московская студия агентства русской информации студия владимир ануфриев и сегодня как обычно наш гость евгений дарович михайлов здравствуйте евгений дарович добрый день ночью у нас довольно страшные новости пришли что там случилось пока непонятно в луганской народной республики подождем может быть уточняющих данных а сегодня я хотел обсудить опять экономику потому что все таки как мы напомним это война это деньги деньги еще раз деньги и на этой неделе я напомню что информация о том чем занимается правительство практически убрана из информационного поля мы не знаем чем они занимаются и судя по обстановке вокруг нас никаких изменений в экономической политике не видно на этой неделе было несколько громких заявлений вот мы их обсудим валентина матвиенко предложила отменить закон о госзакупках но по крайней мере на время проведения специальной военной операции это такое 44 фз по которому все что закупают государственной организации должно закупаться на конкурсной основе через аукционы либо есть второй способ случае если небольшая сумма ничего больше дороже 100 тысяч в месяц гос организация официально купить без специального разрешения своего министерства не может правда специальное разрешение министерства тоже можно получить хотя и с временной задержкой то что быстро наше министерство не работают развилась большая дискуссия о том надо отменять и надо отменять минфин резко выступил против потому что типа это дезорганизует полностью ситуацию видимо чиновникам не доверяют и даже вообще можно доверять чиновникам и зачем был придуман этот 44 закон в мире есть тут принцип доверяем и проверяем конечно без доверия возможно никакая работа нигде какой вопрос в мире этого доверия что касается этого закона с одной стороны он нормальный аналоги есть везде практически с другой стороны конечно там есть вопросы к нему сейчас более-менее систему отшлифовали вообще с трудом он там приживался свое время плюсы и минусы конкретному законе конкретно наш есть он очень тяжелый он тяжелый проведение вот этой процедуры я помню занимает до трех месяцев там получается официальные люди только могут это делать грандиозное количество бумаг оформляется на каждую ерунду и там проблема что там смещено финансирование на конец года это тоже вызывает кучу вопросов проблем удорожания в общем там есть чем заниматься с этим в этом законе но это конечно нужно профессионалу делать что касается специально войны операциям совершенно очевидно что нужно его ну не обязательно полностью отменить значит его нужно частично хотя бы не только его ну например возьмем ситуацию с дронами квадрокоптерами там и прочими такого типа значит и прочее такого вида техника за то что она крайне крайне необходимо уже давно уже скоро год и все никак не могут разобраться там минобороны что с ними делать потому что есть там порядок оборонзаказа как ставить там на вооружение эти коптеры то есть получается очередной советский диетизм эти коптеров уже полно они уже реально воюют уже целый год но на вооружение их как бы нету непонятно где то есть они как бы незаконно фактически применяются нашими воинскими частями ну то есть бред что надо было делать нормальной ситуации нормальной ситуации это не проходит по закону нужно изменить закон это все делается ну извините быстро при желании значит через верх это все вносится временные там какие-то изменения на период спецоперации нет проблем можно и ставить на вооружение финансировать и закупать а не изображать себе идиотов которые почему у вас нету беспилотников а мы не можем их поставить на вооружение там нужно долго их испытывать там и эти все мавики они не пройдут что они гражданцы ну хорошо ладно еще иностранные да еще на они вам нужны это крайне крайне нужны крайне крайне вот прям дайте завтра там миллион штук мы все возьмем ну то есть это что такое где у нас где какая-то организация вообще непонятно вообще они собираются воеватели то есть с одной стороны действительно наращивается производство вооружение проведена мобилизация там ну через пень колоду но проведена очень видно что россия действительно разворачивает свои силы с другой стороны простейшие вопросы которые но они завязаны на межрежемственное взаимодействие наши законы и обороны само по себе не может это надо действовать через правительство правительство нужно выходить в госдуму и так далее и тому подобное все это можно сделать через президента ну вот пока не делают ну кстати там есть если брать конкретно беспилотники там есть и обходные пути даже без вмешательства президента есть администрация президента она может там поручить закупать их но если не минобороны богатых людей по этому закону само министерство имеет право закупить вне этого закона нет там другая тема я про дроны там надо их ставить на вооружение они не могут закупать технику которая не стоит на вооружение как уже если она стоит они могут там да действительно рихтовать значит правила ну не знаю наверно этим это делают не готов сказать но с дронами буквально на день когда я слушал там несколько экспертов мне рассказывали что вопрос не решил они не стояли их невозможно поставить по текущему закону на вооружение хотя они крайне нужны и они применяются по массово боевых действий ну то есть дурдом очевидно значит своих мавиков не произвели чужие применять можно но оформить мизин это можно сделать и через мини законодательства и тогда просто минобороны из бюджета будет закупать можно сделать через закупки сторонними организациями да это не будет это будет не совсем законно в том плане что их будет отдавать армия которая не имеет права их применять по нашим законам но применяют что деваться ну слабая организация то есть явно что какой-то поток дронов идет он недостаточно все жалуют что не хватает значит то есть видим их закупают регионы скупают какие-то богатые люди но администрация тупит и значит не усиливают этот поток а чем надо заняться срочно это год уже назад надо было все сделать они вот значит сделали но не до конца до конца что плохо значит видимо в администрации некому этим заняться но организовать процесс то есть там они это такие сторонние наблюдатели смотрят там со стороны а бабушка с красным флаг давайте раскрутим здорово хорошая бабушка флаг отличный прям прям вот прям смотрю на флаг сердце как бы радуются дроны ну да давайте ребята занимайтесь как бы ну вы там как-нибудь сами разберетесь там вот мы поручаем там турчуку пусть он там занимается не хватает не хватает значит авторитет для таких вопросов он же не пойдет там к олигархам трясти их там осинку там да значит это должны делать люди которые посты занимаются соответствующие то есть все это есть к сожалению очень поздно значит решили вопрос но еще есть резервы еще есть резервы нужно обязательно подтянуть что касается в целом закон о госзакупках ну конечно нужно его значит поправить пусть даже дамы кто-то заработает черт с ней понимаете сейчас вопрос не в том кто что заработать денег в россии как раз хватает не хватает оружия значит вопрос такой есть оружие или нет если нету то они если они сэкономили даже на этом то это извините вредительство значит то есть они не дали закупить там по завышенной цене ну отлично на фронт не отправили там какой-то необходимое вооружение ну а в чем просто дети страны потом разберитесь после спецоперации правильно там закупили или не про час нужно оружие чтобы оно слово бесперебойное как можно больше это приоритет значит там все вот эти процедуры это не приоритет значит разберетесь потом у денег там прошу кали тот же минфин просу кусок а денег с центробанком там ловить копейки какие-то ли даже там посерьезные деньги на этих закупках не серьезно пожалуйста ловите но сначала обеспечить и чтобы был продукт а вот если нету продукта деньги выделены потрачены беспилотников нету ну извините тогда должны быть самые жесточайшие меры с этим тоже у нас проблема беспилотники должны были быть их нету часть прошу кали во время начала спецоперации когда часть погибла в колоннах которых тоже кто-то мудрый пустил без защита хранения нормального ну и как бы результат мы все знаем так что матвинка здесь права как это все реализовать надо разбираться ничего сложного тут нет но пока ведь идет дискуссия вот они вот прошел теперь спираться они дискутируют а может быть вот так вот музыкантов посадить а может быть вот сяк посадить но выглядит довольно грустно если честно выглядит это как саботаж возможно саботаж возможно некомпетентность возможно и то и другое некомпетентность на таком уровне управления это есть чувство уже рядом встречаются поверьте кто-то же назначает некомпетент назначают по они же не думают придет своего но помимо на самом деле военных вопросов есть еще и гражданские связанные в том числе с этим законом или закон связан с ними доля госсектора в экономике россии по разному оценку составляет до 70 процентов возможно сейчас уже и выше потому что это оценки 2016 если не ошибаюсь года и вот это а густо заследнее частного сектора она как и в советском союзе приводит к снижению производительства труда сокращение показателей табельности росту долговой нагрузки на предприятия кроме этого поскольку у нас власть сама участвует в бизнесе это разрушает равенство компаний перед государством уничтожает рыночную конкуренцию вместо нее применяется административный ресурс и дальше все зависит от лоббистских возможностей их компаний государства что приводит к сложностям развитие экономики и является одним из одной из причин отставания россии от других стран поэтому главный вопрос к этим всем законам не то насколько быстро они работают насколько сложно там реализация этих процедур или в конце концов почему только один критерий я напомню что критерий в законе газоскупках только один цена то есть покупается то что дешевле а вовсе не то что лучше или то что нужно для того чтобы купить то что нужно ну и хотя бы близко к тому что нужно нужно очень много бумаги и очень много изощрений которым потом кстати могут придраться поэтому главный вопрос это нужно сокращать долю государства в экономике они увеличивать ее сейчас как раз наоборот пытаются увеличить и тогда она начнет шевелиться быстрее в том числе и производства коптеров и много еще чего что на примере компании которые производят винтовки это компания лобаева сразу заметно сравнитесь с неповоротливым калашниковым тенденция же мы наблюдаем обратную сейчас идут разговоры о том что чтобы мегафон влить в рос телеком если кто никогда не сталкивался росликом моя сталкивался потому что я руководил айти в частном государственном и корпоративном секторах экономики то есть видел это со всех сторон рос телеком это абсолютно мертвая не работающая на потребителя из любого сектора экономики структура которая работает сама на себя если в летнюю мегафонду это не только снижение конкуренции на и без того узком рынке мобильной связи узком по предложению но и фактически может привести к ухранам мегафона а заодно там еще и йота и не знаю еще какие какие там бренды в мегафон включены что думаете ядарчик по поводу этого госорострения значит на самом деле вопрос не совсем однозначный уже есть сектора где госуправление это нормально по ряду причин есть сектора где конечно уступает эффективность сейчас в основном она уступает у не везде ну был опыт например в царской россии управление железными дорогами у частных дорог есть свои пункты у государственных свои то есть потому что дело о том что ведь нельзя все коммерцию как бы мерить есть некоторые задачи которые государственные конторы будут решать а честно не буду или дамут решать помог последнюю очередь то есть много есть нюанс много зависит от кадров основная проблема государственных компаний в том что туда часто ставят кадры мне это не основная одна из основных проблем в том что туда часто ставят кадры не адекватно ну по знакомству там какая по личной преданности еще там зачем-то и принципе ставят без особой проблемы потому что они как бы не отвечают своим карманом за результаты деятельности корпорации какой-то там крупный бонзо наш государственный у него есть там не знаю племянник там двоюродный племянник хороший парень в общем там да значит и как бы вот он постоянно на всех днях рождения там значит он ему подарки дарит ну вот вырос закончил там какой-то вуз ну вот куда его девать значит у этого бонза там у него выбор большой ну какой-то предприятие неплохое там ну давай мы тебя поставим там директором будешь командовать а самое главное производстве не лезть там есть инженеры они там в бизнесе есть там отдел коммерческий особо не лезь учись пока человек приходит там ну и в зависимости от его как бы уровня его испорченности он начинает команды если человек нормальный он конце концов там более-менее команды если человек не очень как бы компетентный он начинает ломать дрова предположим предприятие будет терпеть убытки да и всем плевать бонзи там уплевает убытки потерпели ну что там конъюнтура плохая никто к нему претензии не предъявит значит этого племянника двоюродного ну крайнем случае совсем что там развалит устроит кучу скандал переведут на какую-то другую должность главное чтобы к нему не было особых претензий со стороны органов там как говорится ну это обычная стандартная схема в частном бизнесе такое тоже бывает но гораздо реже потому что собственник если он поставит дурака там командовать даже родственника то он потом сам же отвечает своим карманом и принципе ну принято особо как бы так не зарываться что-то все-таки стоит людей более менее адекватных государственные секторы с этим хуже это уже один из минусов госсектор много сектора и свои плюсы то можно долго на этот счет спорить то что сейчас идет определен на буду значит дополнительный рост госсектора это не так плохо потому что ну а куда деваться война там время войны неизбежный процесс на то что это идет с перехлёстом это плохо да я согласен значит здесь конечно государство должно было бы как вот мы в самом начале говорили вообще снизить налоги налоги снизить потому что ну ситуация сложная стране нужно как-то сманеврировать приспособиться к новым реалиям к санкциям деньги в стране были на тот год назад ну потеряли бы немного налогов для там мелкого или какого-то там еще бизнес ну что мы сразу основные деньги заработаем на нефти и газе почему-то там какие-то ларешники они много не дают поэтому такой маневр конечно нужно было сделать да и сейчас еще не поздно вместо этого делается наоборот в прошлом году до собрали или как до начислить 700 что ли миллиардов налогов ну это задушили и без того в общем еле теплящиеся ну не то чтобы задушили там на самом деле там разные процессы идут сейчас в экономике мы это можем обсудить но само направление мысли оно дурацкое я понимаю там начальник он правительства он теперь из налоговой пришел кадры налоговой у них идея так как мы больше соберем денег то это поможет государству народу там социальной обеспеченности в реальности все это глупо может потому что деньги-то берутся не у народа ну они берутся значит не бизнес дает конечно такой мелкий средний дает конечно кое-что кое-что бизнес это и есть народ не совсем но неважно значит это кажется лучше люди города хуже народа лучше люди города так вот ситуация сложная для народа для бизнеса увеличивать налоговую пресс в этой ситуации нужно в крайнем случае у нас этого крайний случай не наблюдается мы получаем огромные значит поступления нефтегазовые раньше они вывозились там через центробанк и значит складывались какие-то ценные бумаги где там и загинули деньги то пропали извините значит какой смысл было собирать население деньги если потом это все вывезли на зарубеж и это все там загибло как бы понятие смысл для запада было в этой схеме тормозить развитие россии ну ну тормозили хорошо значит сейчас у нас другая ситуация во-первых сложно даже вывозить эти деньги там минфин пытается центробанком там что-то придумать занять денег зачем-то значит но не очень получается но не очень не так как раньше нет прежнего размаха а деньги все равно есть фонды там у нас накоплены большие ну вот конечно для переходного периода нужно было снизить налоги ни в коем случае не повышать не налогу дисциплину не надо повышать час не до этого ребята дайте людям значит прийти в себя и сообразить что в этой ситуации делать наладить новые цепочки придумать на закрытие ниши которые освободились для этого нужны средства вы их изымаете заполнить ну это крейси раша или вредитель украинский два варианта значит конечно поставили налоговиков командовать кого которых профессиональная деформация можно в смысле простить но у нас есть руководство политическая довольно грамотно значит они должны же понимать может быть они это и понимают но недостаточно поэтому сообщение что мы усилили налоговую дисциплину должно восприниматься как вредительство не надо усиливать налоговую дисциплину надо дать людям время сориентироваться приспособиться тем более деньги то есть ладно денег не было ну вот это все происходит на фоне того что россияне нищают нас в январе снизили свои траты на продукты и услуги на 12 процентов в сравнении с январем 21 года а с учетом инфляции за тот же период в размере 12 процентов по официальным данным реальные траты россиян год к году упали получается на 24 процента на четверть что для такого масштаба это по моему катастрофа нет ну это не катастрофа не забывайте что упали расходы вы считаете в реальном выражении но доход тоже выросли за счет инфляции поэтому инфляцию надо я не знаю людей у которых выросли доходы за счет инфляции я не знаю у меня прям они в ноль упали в ноль а у других выросли не знаю я таких людей вот вокруг выросли людей я никого не знаю ну вы статистику смотрите посмотрите в статистике там да я таких людей не знаю нет мы знаем о том что у нас все для человека как вы помните даже вся страна знала этого человека здесь видимо тоже такие же люди просто если пользоваться статистикой то нужно две страны пользоваться но вполне может быть и скорее всего так и есть что доходы смысле у людей стало меньше денег значит это вполне может быть ну правда надо еще тут учесть то что уехала много народу около миллиона народу уехала это люди богаты которые много потребляют и конечно там один такой релакант ну представьте уехать предположим ну даже в грузию да сколько нужно денег для этого значит один такой релакант он потреблял она как 10 пенсионеров в день но в месяц поэтому есть вопрос это нужно тоже немножко это не так много ну надо учить в общем статистика дело такое что там надо разбираться о чем вообще речь так что здесь надо смотреть по набору продуктов по которым считали по многим другим вопросам но сама идея правильная действительно народ конечно богаче не стал стал беднее это совершенно очевидно стал беднее не только народ но и инвестиции например вот объем инвестиции в венчурные проекты упал на 72 процента как они все завязаны были на запад естественно при этом инвестиции от государственных компаний и фондов сократились на 46 процентов в двадцать втором году больше всего по статистике денег получили проекты по разработке программ освещения для операционной работы бизнеса надо для замещения на импортозамещение транспортно-логистические сервисы и решение космической сфере это сейчас для нас очень важно в это же время нато создала фонд размером в один миллиард евро на поддержку стартапов частных естественно военно-промышленной области этот вопросу разницы подходов то есть собираем деньги ради якобы инвестиции инвестиции при этом падают на половину частные инвестиции на 72 процента но это считай их практически нет уже чё дальше-то нормально если все правильно делать делать неправильно все будет плохо ненормально пока что вот прожили ничего критичного не произошло и слава богу на западе ожидали более серьезных последствий санкций от всего прочего поэтому это большое достижение можно похвалить правительство хотя это не основная цб тоже самое ну как бы им помогли основной источник наших доходов нефть газ и прочее сырье мы смогли продать вывести в цене мы смогли продавать по нормальным ценам это зависит от тех кто покупает покупатели нас насоса я раза не покупали да они в общем-то не сохранили стабильно чтобы этого не было конечно ситуация была гораздо хуже на будущий год у нас мысли на будущем на текущий год на новый ситуация вряд ли кардинально изменится кто там что не говорил но цены на энергоносители упали для нас упали ну насколько упали все равно цены комфортные они были ниже гораздо еще я помню 90-е годы извините сами с ними цена за облачен еще там не доходило до 9 долларов наших юрус бренд по 10-12 продавался этого момента такой дна достигли ну понимаете где ну даже с учетом инфляция долларов она тоже было за 20 лет значит то где-то на нынешние деньги там 15-20 долларов стоило это россия вышла что там небо не упало на землю там люди приспособились выжить сейчас совершенно другая ситуация цены там вполне приличные тем более раньше еще даже из этих денег которые были там как и на очень низкие цены нефтяники газовики у мату умудрялись изымать огромную часть и увозить на запад с этим тоже можно разбираться это и счастье есть может быть масштаб такой же смысле доля такая же или нет есть над чем работать поэтому много идет разнонаправленных процессов никакого пессимизма быть не должно пессимизм есть только в оценке уровня управления нашими темными значит делами тут конечно есть вопросы при всем нас налогами конечно озабоченная экономика правительства должно было в такой ситуации снизить налоги налоговик просто задушили а еще затерроризировали их администрированием то что называется больше заниматься ничем не могут не умеют и не знают как по-другому действовать ну что поставили налоговиков командовать экономикой но они и командуют как могут что другого значит виноваты те кто их поставил следующая тема которая на неделе обсуждалась это отмена авторских прав и патентов недружественных стран такой параллельно расширение параллельного импорта сложный вопрос на самом деле последние годы даже может быть не совсем последним уже после десятилетия патентное право вообще говоря из локомотива экономики превратилась в тормоз развития цивилизации патентуется все подряд что могут позволить себе делать только очень крупные корпорации а дальше они начинают работать как патентные тролли вымогая деньги разоряя и скупая по дешевке все альтернативное что пытается подрасти обвиняя в нарушении всевозможных патентов авторское право превратилось способ цементирования этих монополий чтобы никто не мог им никакой конкуренции создать ясно что никакая малая даже средняя фирма не состоянии судиться и тратить сотни миллионов долларов даже когда она абсолютно права с вот этими корпорат корпоративными структурами у нас жестко тут защищают причем авторские права и патенты иностранные свои почему-то не защищают или просто игнорируют никак не используют что о чем мы знаем десятки примеров если не сотни это только то что попало в youtube и на экраны телевизора в частности пытаются добиться разрешение кинотеатром демонстрировать фильмы без согласия правда правообладателей которые просто отказали кинотеатром нашем в продаже своих изделий также случае истечения срока деятельность действия лицензии на программу обеспечения например тоже формально компании не могут работать с ним и стоит вопрос о том чтобы разрешить компаниям работать на пол с истекшими лицензиями в случае отказа правообладателя от продления этот вопрос также подвис что с этим делать все понятно что тут делать заставляет еще платить деньги на какие-то там счета непонятно че понятно кому в качестве компенсации этим правообладателям которые отказываются продавать что-либо удивительным вещам ну это конечно сильно удивительно все это читать значит запад ведет с нами войну холодным слава богу вот чем сумма на уже вполне горячая вот посмотреть там сообщение сбегут в ленте размещение например извините меня управляющих систем для управления войсками на своих серверах вообще прямого участия в войне ради ну не совсем там значит предположим на советский союз отправил своих специалистов во вьетнамб технику даже они участвовали в боевых действиях ну как бы да была тема ну так сказать соединенные штаты предпочли это не заметить правильно сделано другого поэтому это такое это элементы участия военных действиях боевых действиях они есть это враждебные действия для нас но реагировать на них на спокойно без без паники без шума и пыли что касается экономики и вот этой сферы интеллектуальной они действительно ведут с нами войну начиная с детей там несчастных там стим заблокировали дети не могут купить игрок значит поиграть в игрушки как бы до детей добрались эти американцы создали мировую не монополию но такой глобальный как бы резон с ним на более то есть монополия но не совсем там есть конкуренты довольно неплохие но тем не менее это факт не хочу они как бы передавали такой ресурс стим отличный очень хороший и вот они его заблокируют соответственно мы должны контрмеры принимать надо объявить все вот эти фильмы все программы из враждебных стран трофейным имуществом захвачено ходе холодных боевых действий еще трофейный наши скрутили после войны трофейные немецкие фильмы никто же не платил там немцам за интеллектуальной собственности значит ну вот объявили на войну санкционную ну попали как бы ваши вот продукты к нам в плен там мы считаем их трофейными все заседание когда пишите мирный договор тогда будем разговаривать извините они у нас деньги забрали там поэтому удивительно все это разговоры насчет того что нельзя там показывать фильмы нельзя там пользоваться программами люди живут вчерашним днем они живут вчерашним днем политически то есть не понимают что сейчас другая совершенно политическая обстановка с другой стороны они живут ну как бы социально экономически вчерашним днем действительно раньше в советском союзе очень с одной стороны легковесно относились копированию да там не часто не платили за лицензии хотя там по-разному было когда в одних случаях платили в других там нелегально копировали это было плохо в той ситуации плохо в целом хотя иногда там может быть и надо было потом внутри страны тоже этим за патенты платили копейки изобретателям платили копейки ну какие-то там наиболее выдающиеся там что-то зарабатывали остальные в общем так почти ничего не получали это тоже было плохо потому что это плохо стимулировало и изобретательство еще хуже внедрение этих изобретений то есть здесь такая диалектика что когда ничего не платит то и относится к этому полу но так спустя рукава когда заплатил денежку за патент уже начинаешь думать если его купил ты над что он что-то делал патент правильно а не просто лежал там в шкафу поэтому такая психологическая диалектика была в советском союзе что вроде бы если ничего не патенты ничего не стоит то как бы это по идее должно стимулировать производство внедрение в жизнь а по факту получалось ровно наоборот на западе где патенты стоили деньги все внедрялось гораздо быстрее чем у нас это один из элементов там были другие естественно там плановая система основной элемент но как-то введение вот этого всего ужесточения оно по-моему мало мало способствовало у нас внедрению инноваций нет здесь был такой момент значит это это была неправильная ситуация раньше десятки лет назад а сейчас то же самое проблема с внедрением инноваций значит договорим тогда был перегиб в ту сторону поэтому его конечно нужно было устранить люди за интеллектуальной собственности наши зарубежную собственность надо платить это нормально ну например возьмем игры раньше там 90-е годы никто не платил ни за какие игры все покупали взломанные там игры наши западные ну до того момента для того времени когда все были бедные это было нормально потом постепенно все привыкли платить ну не все большинство они покупают ему просто удобно в стиме купил там или эпик геймс то или еще где не спокойно играешь там далее оплатил там мморпг значит там месяц год там тоже спокойно играешь ломать себе голову доходы выросли люди могли себе это позволить и значит вот это пиратство оно резко сократилось но сейчас нас вынуждают стать пиратами с одной стороны что там заповещают нормально платить а с другой стороны у нас пошел у нас пошел ну и на западе пошел перегиб другую сторону чего везде там оценили какие-то безумные деньги хочешь пользоваться там песенку прокрутить там или полминутки фильма прокрутить где-то взять там кусочек давай плати там давай то давай еще как бы перебор тоже поэтому пиратов не зря на западе возникло такое пиратское движение ну там партии они станет придумали эти партии стали смотреть народ же как будут как будет реагировать на эти пиратские партии они действительно неплохо там популярность приобрели на западе это был запрос времени это было лет там 10 назад на 15 10 лет у нас даже там что-то там изобразили но у нас сразу поставили каких-то чекистов там девчонок там ночь которая все это делала грубо поэтому пиратская партия в россии не взлетела но сейчас время как раз для нее для пиратов и правительство думал они должны помочь людям разобраться в этой ситуации это поможет и экономике в целом у нас перегиб в сторону значит ограничений получился не что плохо действительно основные бенефициары этого перегиба на западе наши местные и так много получили у нас там есть несколько примеров но это в основном шоу-бизнесе в таком в это в этой отрасли да там авторские права там насчет что-то люди как бы значит более-менее шевелились за в остальном как бы получит алчим был ну не очень в основном выиграли западные правообладатели сейчас нужно как раз время для того чтобы все поправить по нашим может быть надо там трогать пусть они будут но за исключением шоу-бизнеса там есть переборчик а вот что касается западных правообладателей ну их нужно щемить по всем ленинкам нужно скультурно культуру значит без фанатизма без зверства мужчине конкретно там значит мы там деньги платим извините война открыта санкции вообще их все незаконно если так разобраться поэтому они полно за нарушают норму этого между прочим по многим линиям из агрессии там признанием наших действий агрессии тоже там кучу проблем есть вообще нарушает все потому они тоже делали они действуют абсолютно незаконно даже там где вроде бы выглядит законно я уж не говорю про грабеж и значит и прочее ограничение даже их квалификация наших действий она тоже как минимум спорная поэтому чего любое нормальное правительство трактует любой закон любой договор свою пользу а не в чужую а здесь трактуют в чужую пользу что он говорит ну вот и странно я говорю что удивительные люди очень большие вопросы возникают ну видимо есть весомые зеленые аргументы которые как бы вот работают в этом случае ну на самом деле официально объясняет это тем что если мы сейчас прекратим здесь соблюдать эти права наших партнеров то у нас вообще становится экспорт на запад потому что будут каждую деталь от нас идущую проверять на соответствие всем что у нас такое сложного продается у нас сложно не продается это все бред не пусть проверяют а что там нет извините там где люди сохраняют действию своих там патентов и прочее так они должны сохранить пожалуйста пусть сохраняют безверстие а там где они говорят слушайте вы не имеете права пользоваться тем-то тем-то там они сами отменили чулка шоу вас будут проверять не вас и сейчас проверят что вы пользуетесь патентом незаконно тем же успехом нарушать еще больше успех потому что вы не принимаете дипломатия это улица с двусторонним движением когда вы позволяете ехать в одну сторону то вы всегда проиграете так вообще что игра в одни ворота идет ну такого нет впечатления но элементы такой игры а часто вообще игры в поддавки они на лицо есть конечно нет в целом я бы не так не оценил бы ситуацию я так не думаю но элементы есть на ну и следующий вопрос это опять же большая дискуссия крики вопли отмена публикации декларации об имуществе для депутатов и чиновников частично уже отменили зачем это делается вот и в чем в чем собственно говоря но мы понимаем что у них в основном непонятно как заработано все то что вываливается в открытый доступ вызывает отрыб часто ну теперь все засекретить секретная собственность напомню что отношение собственности в обществе вообще говоря теоретически они публичны то есть не публичная собственность бывает такого в родских сообществах больше нигде что они там наверняка объясняют тем что враги берут на карандаш всю их собственность начинают с ней бороться особенно за рубежом но не только за рубежом значит там же полную народу который потенциал в думе в сайте федерации у них мог собственности есть производство и получается что этот публикация они помогают там ЦРУ там выявлять как бы но это же все давно известно ну все неизвестно ЦРУ там нет никаких в общем нет послушайте ЦРУ тоже не занимается каждым там депутатом это просто невозможно значит богатыми занимаются конечно такую средней рыбешкой такая особо не общий какие-то данные собирает а так вот там потом и там же все обновляется раньше не было заводика сейчас он его прикупил где-нибудь там в Крыму или там в Запорожье значит и соответственно попадает под санкции этим заводик ну то есть какое-то обоснование там есть я честно говоря не разбирался политически выглядит плохо насколько это чисто вот плане секретности необходимо не знаю думаю что не особо согласен с вами что конечно они все найдутся надо будет значит ну это помешает это будет им затруднять поиски там не очень сильно но затруднение потому что не так просто у нас найти но главным образом это будет затруднять контроль за ними со стороны контроля сейчас никакого нету и быть не может тем более в военной ситуации ну политически конечно они теряют очки вот эти элиты наши да ну им кинули кость по аргументам ну могло я не знаю что там послужило аргументом скорее всего это и послужило что это секретность там вот мы все под санкциями нас сейчас именно это конечно что же еще я не следил значит еще раз повторяю политически плохо да это как бы ну кстати и сохранение и отмена одинаково бьют по рейтингу там Госдумы значит что касается секретности ну какой-то какая-то серьезная правда в этом есть конечно затруднение поиск активов там какого-то там третьестепенного депутата ну да ну труднее значит там уже санкции объявлены там по сотням и сотням людей я лично уже там скоро 10 лет под этими санкциями 9 точно было недавно было 9 час 10 прошло 36 трав пора уже отметить буду отмечать через некоторое время но мне проще у меня нету заводов пароходов недвижимости ничего нету за рубежом вообще никогда ничего не было поэтому с меня взятки гладкие я публиковал стать свою собственность шестнадцатом году были выборы в эту грузду областное собрание и на выборах я публиковал это областное собрание удалось поучаствовать с грузом у меня два раза выдвигали два раза снимали такая была история но я публиковал всю свою там все свои доходы и считая собственно все что было как интересующие могут найти прочитать поэтому не вижу здесь таких вот больших плюсов от этого решения но есть определенная как бы аргументация и это не забывайте это кость ну то есть вот политическое руководство давайте поставим себя на место кремля вот мы в кремле сидим политическое руководство нам говорят слушайте депутаты вот они как бы прямо на измене все там они будут все попали под санкции за того что голосуют за то что мы говорим их еще сейчас начали там дергать там по всяким этим насчет их заводам пароходов вот просит отменить да и вообще выглядят они сейчас более все болезненно воспринимается чем раньше все вот эти там наш богатство просят отменить иначе публикацию политическое руководство думает да ну действительно как бы они вроде за нас как куда там все делают чем мы им говорим а тут если они будут дальше так это нервничать мало чего ждать там надо за верную службу наградить дайте им косточку пульска вот грызут да кто хочет пусть публикует обязаловку уберите ладно бог с ним пусть будет сейчас на сплотиться выиграть там наш спецоперацию и потом разберемся ну скорее всего так мы на сегодня последний вопрос ситуация со свободы слова и вообще с ругетом у нас принят пакет законов мы фактически военной цензуре чего нельзя публиковать более 637 тысяч случаев зарегистрированного вмешательства свобода интернета в россии это абсолютный рекорд при этом зафиксировано 779 случаев уголовного преследования за выражением мнения рекордное число на этом фоне 260 утечек личных данных что затронуло 75 процентов между прочим жителей страны которые потеряли свои личные данные в тех и других структ системах это несмотря на всю борьбу которая ведется государством как вам помню там начиная с закона сохранность личных данных который очень сильно напряг всех а толпу выяснилось никакого 75 процентов утекло с российского рынка ушло большинство ведущих международных эти компаний из россии уехал вот по статистике оказывается каждый десятый сотрудник российских айти компаний я напомню что значительное количество их работала в таком в офшорном режиме на иностранные компании например программа освещения для боингов разрабатывалась в россии не менее тысячи журналистов эмигрировали из россии из-за угрозы уголовного преследования и россия заняла первое место в мире по числу скачаней пен приложений российский рынок при этом интернет-торговли вырос на 43 процента но это я думаю интернет-торговли больше связано было с этими ограничениями предыдущих двух лет они с ограничениями свободы в интернете вот такие данные и гадж что скажете все нормально ничего там страшного нету единственная проблема реально это действительно отток специалистов найти прежде всего тут конечно не додумали когда объявлялись эти мобилизации надо было заранее продумать мира и просто продумать а их таскать реализовать довести до людей что их трогать не буду с этим как у нас через пень колоду прошла мобилизация ну самый такой яркий пример а тот признал что в общем ошибки были ты не просто ошибки дурь боги вот это вы поняли это принесло ущерб особенно вот эти сектор не только эти но в основном найти журналист разбежались да это хорошо здорово прямой дорогой что в основном там 99 процентов будет 95 процентов уехала людей которые нам не друзья они по ряду причин там или за деньги или поглубьте они выступают на стороне противника время войны извините как бы не может быть разногласий то есть могут может быть критика это еще что-то нельзя там призывать там ну возьмите невзор нельзя призывать становиться на сторону противника и радоваться потерям наших войск там куда дальше то он получил свои восемь лет заочно ну я его знаю давно 30 лет так сказать знакомый относился к нему специфическим образом но конечно я не думал что он до такого дойдет у нас нормальные были отношения мы когда-то были соперниками на выбор он выиграл стать девяносто пятом году но отношения у нас были нормальные то есть такие личном плане никаких проблем ну его вот последние там выкрутаться я конечно оценивал отрицательно а уж то что произошло после свода же я не ожидал от него таку ну к сожалению он человек действительно талантливый в своей как бы такой ниши фантрибль журналистике он вот в таком как бы в чернухе он конечно даст фуру многим очень и в 90 он был один из нескольких мегазвезд значит наши вот это сми я помню 60 секунд до 600 секунд и не только и потом вообще потом она была программа на перезоски дал ему программу на первом канале он вел каждую неделю во время выборов вот тоже была свобода да извините я значит с ним сражаюсь на выборах а у человека программа же эта программа 10-минутная каждую неделю значит на первом канале а тогда смотреть не было интернет смотрели только первую вторую там четвертый канал больше ничего не смотрели значит и у него там нас место производства псков в обскую значит делал программу для первого канала как в обской его там не появлялся вообще а потом когда значит выиграл за четыре года по мне разу не приехал так что свобода бывает излишне когда идет конкуренция у противника монопольный канал в руках тяжело с ним конкурировать согласитесь это говорит в общем вообще проблемах всей этой выборной системы которая которая фактически сейчас запрещено это сейчас нельзя так использовать нельзя использовать служебное положение такого типа значит это давно уже запрещено тогда это было разрешено ну запрещено и в принципе правильно сделали иначе сложно какую равенство о выборах можно вообще говорить так что с журналистами и хорошо что они уехали тут только отравляли атмосферу к сожалению многие из них они вот по глупости конечно если бы там с ними нормально работали и объясняли что почему то может быть значит начать их осталось бы на стол государства занимать разговаривать с обществом враждебную позицию атаку там подкуп значит обман и такие умения работать со стороны запада подкупы обман страну наших не умения работать ну конечно большое количество журналистов вынуждено было уехать потом грузы уголовного преследования их понимаю но я их не поддерживаю считаю что в данной ситуации это и хорошо что они уехали потому что там на западе они безвредны от них там толку 0 для запада и вреда нам не очень много внутри страны если бы они оставались это был бы вред большой поэтому тут все неоднозначно что касается других сфер ну насчет личных данных если это был против этих там заточений именно потому что это все бесполезно только дополнительная нагрузка на экономику да только деньги зря там выкинули на эту всю ерунду и нервы попротили значит ничего это не работает к сожалению было заранее что работать не будет заранее было ясно что все продадут оптом и в рознике но если люди продают базы данных там фсб там игру чего хотите от каких-то личных данных простых граждан серьезно просто кто-то кто эти решения принимал они заранее знали что все провалить не жили вы думаете люди которые лоббировали это реально считали что они смогут защитить личные данные они просто хотели выпить деньги из бюджета и все ну и всех еще значит напрячь тоскать зажать в кулак там чтобы они все построим ходили то сволочи строим не ходят так вышел там мегафон там выходи строится по одному к равняй смирно там какие у нас финансовые итоги текущего текущей неделе доложить по форме они думают что так все работает а так не работает это там этот момент что касается военной цензуры но она необходима военная цензура необходимая надо часто недостаточно даже жестко то что там они ввели ну там плюс-минус там как применять будут смотреть пока каких-то таких на стоны не раздаются по всей руси что там военная цензура всех там задушила наоборот многие пишут и правильно пишут что у нас вообще нет вот эту цензу если на украине попробуй там напечатая снимок там прилета какой-то там ракеты тебе тут же там вытряхнуть душу у нас пожалуйста там панцире поставили на минобороны все кому не лень печатают их правда для этого и поставили чтобы все напечатали вот именно мы как бы ну это понятно но я веду о другом что вообще принципе нежелательно публиковать последствия ударов по нашей территории и прочую как бы информацию чем меньше ворога информация тем лучше поэтому здесь нужно искать такую золотую середину между свободой и значит цензуры на войне не все должно быть известно врагу но это крупные вещи не скроешь потому что это все не надо скрывать я же говорю например с личными данными ну был заранее что не будет работать зачем сделали перебор понимаете у нас то в одну сторону перебор то в другую а то одновременно здесь в эту сторону перегиб в жесткости здесь перегиб его там в анархию но это же говорит с балансом проблемы уже говорит о некомпетентности управления ну не то чтобы некомпетентности но проблему с этой компетентностью это действительно говорит а может некоторые специально так делают к сожалению у нас вот по этой части вопросов все больше и больше да или точнее подтверждений наших подозрений в этой части тем более что тут постоянно кто-то сбегает на запад внезапно или у кого-то вдруг обнаруживаются какие-то странные активы которые тут же конфискуют например сша и отправляют кстати на украину для поддержки ну что говорит о прозорливости людей с этими активами гениальности гениальности надо было где умудриться это причем с четырнадцатого года то ну малофей уже там в тебе ну да я удивляюсь что он так это попал там какая-то какая-то такая хитрая схема там он как-то так я так краем глаза смотрел что ну там действовал через какие-то контрагентов и раньше это вроде не попадала под санкции а тут как ужесточили попал в любом случае не надо было связаться со штатами ну не надо было конечно то есть это конечно ошибка мы все делаем ошибки я не говорю что я умный все дураки спасибо делал много всяких ошибок серьезно но если это ошибка надо сказать что это ошибку да сделали глупость разместили деньги мы их отобрали отдали украинцам отлично чего молодец как-то русская ну на сегодня все основные вещи которые я запланировал к обсуждению мы обсудили все равно какое-то развитие идет ситуация будем надеяться что она разрешится без всяких эксцессов которых возможно возможности которых у нас владислав карабанов по пятницам и вторникам вещает надеюсь что все мирным способом решится а в россии наконец что-то сдвинется с мертвой точки в экономике в том числе и в положительную сторону на этом на сегодня завершаем спасибо евгений гадыч спасибо всем за просмотр до новых встреч до свидания сегодня а а а и Редактор субтитров А.Семкин